Здравствуйте! Это канал История Интересна. Я Наталья. И сегодня мы поговорим о золотом веке Руси. Мы представляем вашему вниманию не обычный выпуск, а сборник лучших видеоканала. Дочери Ярослава Мудрого, кому из них посвящали стихи суровой викинги, а кто переписывался с Папой Римским, история образованнейших женщин своего времени. Как нежить чуть не опустошила один древнерусский город, и какое событие древнерусской истории легко затмит красную свадьбу из сериала «Игра престолов»? Тайна черной, белой и красной Руси. Правда ли, что Белая Русь – это вовсе не Белоруссия? Является ли Красная Русь самой красивой? Где все-таки находится Черная Русь? И какие враги были Руси страшнее татаро-монголов? На этой фреске в Софийском соборе, построенном Ярославу Мудрым, сохранился портрет его семьи. Князь Ростовский, Новгородский и великий князь Киевский Ярослав Мудрый поставил своего рода мировой рекорд, породнившись чуть ли не со всеми европейскими королевскими домами. Его дочки Ярославны не просто вышли замуж. Благодаря полученному воспитанию и блестящему образованию они сыграли важнейшую роль в политической истории Европы. Правда ли, что Анна Ярославна была самой образованной женщиной Франции, переписывалась с папой Римским и ставила свою подпись рядом с крестиком неграмотного короля? Кому из дочерей Ярослава посвятил стихи знаменитый норвежский король Харальд Суровый правитель? Как сложилась судьба Ярославны королевы Венгрии? И какая тайна связана с самой загадочной, четвертой дочерью Ярослава Мудрого? О красоте, которой славилась золотоволосая Анна Ярославна, писали французские хроники. Король Франции, прослышавшая о ее достоинствах, дважды сватался к дочери, как пишет французский историк де Мезере, цитирую, Георгия, короля России, ныне Московии. На второй раз Ярослав Мудрый все же согласился. В 1051 году княжна переехала в Париж, который ее ужаснул. «В какую варварскую страну ты меня послал? Здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны», – пишет она отцу. Учитывая жуткую антисанитарию, отсутствие канализации и личной гигиены в средневековой Европе, русской княжне и правда пришлось там не сладко. Ведь в то же время в Новгороде, в котором также княжил ее отец, уже был водопровод. Да и Париж с его 15 тысячами жителей – настоящее захолустье, рядом с почти 50-тысячным Киевом. Анна не просто молода и красива, она великолепно образована. С собой в Париж она привезла целую библиотеку. По легенде, впрочем, неподтвержденной, это именно ей принадлежала Реймская Евангелие, написанная на кириллице и глаголице, на котором принимали присягу многие короли Франции. Анна Ярославна строит школы, храмы, библиотеки, вводит в обиход двора вилку. До этого при французском дворе ели руками. Об ее влиянии говорит и то, что ее подпись вскоре начинает появляться на государственных документах. «Согласие супруги моей Анны» или «В присутствии королевы Анны», также указано там. Это тоже беспрецедентно для средневековой Европы. Анна великолепно знает латынь. Она единственная женщина в Европе, которая переписывалась с папой римским Николаем II. Для средневековой Франции это была настоящая сенсация. Ведь не то, что женщины, даже король не умеет читать и писать, а вместо подписи ставит крестик. К тому же он по тем временам уже пожилой. Анна рожает ему троих наследников. И тут в ее жизни начинается роман со злейшим врагом ее мужа Раулем де Вулуа, мужественным, воинственным и целеустремленным. Папа Римский заставил ее прекратить с ним отношения. После смерти мужа она перебралась в загородную резиденцию Сан-Лис и фактически правила страной при несовершеннолетнем сыне Филиппе. Оттуда-то спустя два года после смерти мужа ее и похитил тот самый Рауль де Вулуа. Влюбленные обвенчались в церкви при его фамильном замке. Общество негодовало. Папа признал их брак незаконным, отлучил Рауля от церкви, требовал от Анны немедленно вернуться в Париж. Но влюбленные так и остались жить в замке Рауля. Несмотря на испорченную репутацию, Анна принимает активное участие в делах сына и в управлении страной. Даже совершает с ним поездки вместе с новым мужем. Они прожили вместе 10 лет. А потом Рауль скончался от сердечного приступа. Есть версия, что после всего пережитого Анна Ярославна вернулась на Русь, где и умерла. Дочь князя Руси Анастасия, она становится в более поздних источниках, 15 века. Как бы то ни было, свою старшую дочь Ярослав Мудрый отдал замуж за венгерского короля Андраша I. На тот момент тот был изгнанником, но при помощи тестя смог вернуть себе трон. Считается, что Андраш и Анастасия были счастливы в браке. Король любил свою жену. После обращения в католическую веру она стала Агмундой. Тем не менее, именно она, как считают, основала два православных монастыря в Вышеграде и Тормове. Привезла с собой из Киева и монахинь. Потом ее муж сильно заболел, и страной править пришлось именно русской княжне. После его смерти было изгнание и борьба за престол, который ей удалось вернуть. Она правила страной при малолетнем сыне Шаламоне, который, когда вырос, не смог удержаться на троне. Анастасия Агмунда умерла в австрийском монастыре в 71 год. Русской княжне и ее мужу в Венгрии сегодня стоит памятник. Другая дочь Ярослава Мудрого также блистала красотой, как и Анна. Русские летописи не сохранили ее имя. В норвежских документах ее зовут королевой Элисив. Скорее всего, она носила имя Алисава. Ее история замужества самая романтичная и вдохновила многих поэтов. «Будущий муж на тот момент, отважный викинг, писал ей стихи, жалуясь на ее равнодушие. Какие настолько ветра не носили, мы, посынки фьордов, бывали в Сицилии. Сквозь бури и шторм пронеслись, мы такие, не тонем в воде, не страшимся огня. Вот только прекрасная девушка в Киеве и слышать не хочет вестей про меня». Очередной изгнанник королевского рода, на этот раз из Норвегии, Харальд Сигурдерсон, был беден. И ради того, чтобы посвататься к дочери Ярослава Мудрого, он совершил немало подвигов. Сражался с пиратами в Эгейском море, ходил с византийцами в военную экспедицию на Сицилию. В результате сказочно разбогател и прославился как великий воин. Снорис Турлсон пишет, что у него, цитирую, «было такое большое богатство, что ни один человек в северных странах не видел подобного во владении одного человека». Тогда красавица Елизавета или ее мудрый отец согласились на брак с отважным викингом, который вскоре стал королем Норвегии. Впрочем, семейное счастье не заладилось. За суровый нрав, мстительность и жестокость его прозвали Харальд Суровый правитель. Королева Элисиф не смогла родить наследника, и муж завел любовницу, которая родила ему двоих сыновей. Королева Элисиф, впрочем, взяла на себя заботу об их воспитании и образовании. Она же правила страной, пока муж без конца воевал. В результате воспитанный мачехой Олаф стал одним из лучших европейских монархов своего времени. При нем росли города, наконец установился мир, расцвела торговля. Память о королеве Элисиф в Норвегии жива и поныне. На фреске в Софийском соборе у Ярослава Мудрого четыре дочери. Русские летописи о таинственной четвертой дочери молчат. Между тем, есть аргументы в пользу того, что она была Агатой Киевской. Так хроники называют жену Эдуарда Изгнанника, законного короля Англии, так и не севшего на престол. Он также, как и другие европейские изгнанники, нашел приют в Киеве. Там он, как пишут, взял в жены девушку из местного знатного рода, причем его тестем стал русский король. К тому же европейские хронисты Агату Киевскую называют родной сестрой королевы Венгрии. И хоть самой Агате не суждено было стать королевой Англии, ее сын недолгое время сидел на английском троне, дочь стала святой, ее внуки правили Шотландией, а внучка стала английской королевой. Все Ярославны были настолько яркими, настолько блестяще образованными женщинами, что они не канули в лету. Всех их помнят в тех странах, в жизнь которых они внесли так много хорошего. Это были дочери, достойные своего мудрого отца. Бесконечная борьба леса и степи, Руси и кочевников. Хорошо знакомая нам из учебников истории, концепция достаточно поздняя и устаревшая. Современные историки считают, что отношения Руси и кочевников были намного сложнее и многоплановее. Но при этом завоевание тех же татаро-монголов, в том числе поход на Русь, это неоспоримый факт, подтвержденный многочисленными независимыми друг от друга монгольскими, китайскими, арабскими, персидскими, византийскими и многими другими источниками. Следы военного вторжения прослеживаются и археологически. При этом татаро-монголы, хоть и самые раскрученные, но не первые опасные противники Руси. Кто такие починакиты и насколько серьезными противниками были они? Какое государство на территории современной России было первым врагом Руси? Какие войны со степняками были одними из самых затяжных в истории? И кто такой Тугарин-змей? Итак, давайте попробуем разобраться, какие враги были Руси страшнее татаро-монголов. Хазарский Каганат был первым государством, с которым пришлось столкнуться Древней Руси. Согласно документу, известному как Кембриджское письмо, Хазары в 930-940-е годы смогли и вовсе подчинить себе Русь. Впрочем, ряд исследователей считает, что автор явно преувеличивает, ведь русские летописи об этом молчат. Сторонником того, что Киевская Русь долгое время находилась в вассальной зависимости от Хазар, был и Лев Гумилев. Впрочем, хорошо известен только финал этих отношений, цитирую. «И в битве одолел Святослав Хазар, и город их, и Белую Вежу взял». Конец цитаты. Это было последним ударом, который положил конец некогда могучему государству, которому славяне долгое время платили дань. Впервые русичи столкнулись с печенегами в 915 году. Тогда новые соседи заключили с ними мир и откочевали к другим границам. Впрочем, с этого изнурительные взаимоотношения только начались. Усугубляли проблемы и византийцы. Не желая допустить возвышения Руси, они постоянно стравливали печенегов с русскими князьями. Византийский император Константин Багринародный пишет, что росы не могли ни воевать, ни торговать, если находились не в мире с печенегами. Поэтому они постоянно были, цитирую, озабочены тем, чтобы иметь мир с печенокитами. Конец цитаты. Византийцы называли печенегов пацинаками или паченокитами, арабы баджнак. Светлана Плетнева, ведущая отечественный специалист по истории кочевых народов Средневековья, считала, что происходит печенег или беченег, скорее всего, от имени Бече, первого вождя печенежского племенного союза. Помимо тюркоязычных орд, в союз печенегов входили, похоже, и угры. Арабский купец и путешественник X века Ахмед Ибн Фадлан так описывает их внешность, цитирую, «Они темные брюнеты с совершенно бритыми бородами». Конец цитаты. Печенеги играли важную роль в истории европейских народов и Византии. Орды печенегов упоминаются даже в знаменитой французской песне о Роланде, древнейшем произведении французской литературы. Интересно, что та же Плетнева считает, что у печенегов, как и у других кочевников, четко прослеживаются пережитки матриархата, например, в том, как наследовалась власть. Арабский автор Ибн Хаукаль писал, что печенеги – шип русиев и их сила. Они действительно частенько были ударной силой Руси. Впрочем, самый известный эпизод из русской истории, связанный с печенегами – гибель князя Святослава и его дружины. Из черепа погибшего русского князя по приказу печенежского предводителя Кури была сделана чаша, из которой пили во время перов. Впрочем, на фоне Хазар печенеги были не самым опасным противником. В отличие от Хазар, печенеги не создали собственной государственности. Судя по летописным сообщениям, они брали город, грабили и отступали с полоном в степь. Никаких особых приспособлений для взятия стен у них не было, поэтому, как правило, брали измором. Впрочем, прибегали к помощи печенегов и русские князья в борьбе за престол. Окончательно разгромил их Ярослав Мудрый, когда в 1036 году те организовали поход на Киев. В начале 11 века в степи появились новые кочевники, которых русские летописи называют торками, а византийцы – узами. Они захватили кочевья печенегов и побудили их отправиться на поиски новых земель на Западе. В 1055 году в Причерноморских степях появилась новая сила, мощью превосходящая печенегов и торков. В отличие от печенегов, половцы появились в то время, когда единое государство уже не могло дать им отпор. Первое столкновение русских и половцев произошло в 1061 году. С этих пор кочевники стали совершать частые набеги в пределы Руси. О половцах историки спорят не меньше, чем о варягах. Большинство считают, что Русь и Степь жили в постоянной титанической войне, поглощавшей все силы русского государства. Эта война велась от Рязани до предгория Карпат и длилась примерно 150 лет. Это побольше, чем знаменитая европейская столетняя война. Некоторые сторонники этой версии считают, что именно половцы и стали самым опасным соперником Руси, развернув небывалую по масштабу затянувшуюся на полтора столетия войну, которая оказала огромное влияние на судьбу древнерусского государства. Так академик Рыбаков считал половцев безусловным и главным злом, диким, неуправляемым и сокрушительным. Противоположную точку зрения отстаивает археолог, историк и писатель Андрей Никитин. В его книге «Лебеди великой степи» приводятся весьма интересные факты. Он считает, что половцы были христианами-нестерианами, а половецкая степь входила в число древнерусских княжеств. При этом к началу XI века половецкая аристократия была уже теснейшим образом связана с русскими князьями узами родства. Половцы – единственные степняки, с которыми проднились Рюриковичи. Летописи сохранили сведения о полутора десятках русско-половецких браков. Русское слово «половцы» означает «светло-желтые». Половы – это солома, мекина. Стала популярна версия, согласно которой половцы были поголованы белокурыми и голубоглазыми. Однако антропологи считают, что все же основная их масса была черноволосой и кореглазой. А их цвет – это скорее символ, ведь была Русь белая и червонная, а Орда золотая. Византийцы, а за ними и вся Западная Европа, именовали этот народ каманами. Кипчаки – так называли восточные орды половцев – арабы. От них в степи остались многочисленные каменные бабы. Именно о половецких ханах с особым чувством антипатии говорят русские летописи. Тугарин Змеевич из русских былин – это половецкий хан Тугаркан, а Буняка Шелудивы из западноукраинских сказаний – хан Боняк. Еще один, как считают исследователи, половецкий образ, проникший в русский эпос – поленицы, женщины-богатырши, сражающиеся в степи. Женщины и правда пользовались в половецком обществе большой свободой и почитались наравне с мужчинами. Женщинам-предкам сооружались святилища, а в отсутствие мужей они брали на себя оборону кочевий. Русские летописи полны сообщениями о военных столкновениях с половцами. Эта борьба была тяжелой и длительной – более 150 лет. Сложно даже представить, сколько крови пролилось из-за нее. На счету половцев около 50 больших походов на Русь, а количество мелких вообще не сосчитать. Русско-половецкие войны оказали значительное влияние на историю Древней Руси. Кто знает, как бы сложилась ее история, если бы не половцы. Они отрезали Русь от черноморских портов, нарушили торговлю с Востоком и Византией, что сильно навредило экономике. В начале XII века из-за их набегов погибло самое южное русское княжество – Тьму-Таракань, которое было важнейшим звеном на путях торговли с Востоком. Однако, на взгляд ряда историков, половецкое наступление нельзя сравнить с монголо-татарским нашествием на Русь. Так как половцы никогда не угрожали независимости Руси. Они совершали грабительские набеги, разоряли русские земли, вмешивались в разрушительные феодальные войны, но не могли заставить русских князей получать у них ярлык на княжение. Половецкие набеги, по подсчетам историков, захватывали всего лишь одну пятнадцатую страны, в основном степные регионы. А значит, цитирую, это были не завоеватели, а беспокойные соседи, которые ранили Русь набегами, но не могли и думать о том, чтобы нанести ей смертельный удар. История древнерусских княжеств полна интриг, кровавых и загадочных событий, которые могут с легкостью затмить события сериала «Игра престолов». Предлагаю слегка отвлечься от серьезных разговоров и немножечко пофантазировать, кто был древнерусским Джоном Сноу и была ли на Руси своя Дейенерис, кого можно назвать королем ночи на древнерусский лад, как нежить чуть не опустошила один древнерусский город и какое событие древнерусской истории легко затмит красную свадьбу. Если в русской истории и был свой король ночи, то это, конечно же, Всеслав Полоцкий. Его называли Всеслав Волхв, Всеслав Вещий, Всеслав Чародей. Его необычные способности и судьба по свидетельству повести временных лет связана с тайной его рождения. Князь то ли родился в рубашке-плаценте, кусочек которой носил на себе до смерти, то ли у него было родимое пятно на голове, которое волхвы велели ему закрывать всю жизнь. Надо сказать, что либо амулет помог, либо колдовские способности, вещего князя. Но он действительно невероятно, а по тем временам так и вовсе фантастически долго правил в Полоцке, аж 57 лет. Он был одним из самых воинственных, деятельных и, безусловно, самым загадочным русским князем XI века. О Всеславе Волхве рассказывает слово о полку Игореве и фольклор, в котором он могучий богатырь и великий колдун-оборотень. Он может обращаться в волка и сокола и понимает язык зверей и птиц. Рожден он от связи змея и некой княжны, совершал всяческие подвиги и даже завоевал Индию. Именно в его правлении в Полоцке случилось одно из самых загадочных событий русской истории, действительно напоминающее сюжет сериала «Игра престолов». На Полоцк напали навьи, то есть нежить. Какие-то сверхъестественные существа ходили по городу и убивали его жителей. Вот как описывают это, заметьте, летопись, а не художественная литература. Цитирую. Ночью слышался топот. Бесы, точно люди, стена и рыскали по улице. Если кто выходил из дома, желая увидеть, тотчас был невидимо уязвляем бесами и от этого умирал. И никто не осмеливался выходить из дому. Затем бесы начали днем появляться на конях, а не было их видно самих. Видны были только коней их копыта. И так они ранили людей в Полоцке и в области. Поэтому люди и говорили, что это навьи бьют палачан. Что это было, до сих пор неизвестно. Погибли тысячи горожан. А закончилось все, когда в небесах возник некий превеликий круг. Было ли это событие, связанное с князем-чародеем, неизвестно. Как неизвестный, кто смог прогнать Нави из города. Есть предположение, что в этом нет никакой мистики. Так в аллегорической форме летописец изобразил муровое поветрие. Другой вопрос, насколько такие аллегории характерны для летописей, как вполне конкретного жанра. И ведь как подробно описано, да жути. Вот так реальная русская история может быть значительно интересней даже самого яркого сериала. Древнерусские князья по коварству, безусловно, обошли всех ланнистеров. Кровавые междоусобицы, убийства ради захвата власти были нормой. Но даже среди них это событие выделяется особым драматизмом. Наша кровавая свадьба не свадьба вовсе. Это ужасная братоубийственная резня в Иссадах в 1217 году, которая вошла во все летописи и всколыхнула всю Русь. Один из самых коварных, окаянных русских князей, Глеб Владимирович, был сыном четвертого по старшинству брата в роду. И навряд ли смог бы претендовать на Рязанский княжеский престол. Чтобы расчистить себе дорогу, для начала он оговорил старших претендентов, двоюродных братьев, перед великим князем Владимирским Всеволодом Большое Гнездо. Кстати, оболганные рязанские князья были настоящими героями, которых упоминает слово о полку Игореве. В войске того же Всеволода они использовались в качестве особой ударной силы. Слово их называют шереширами. Это стрелы или метательные снаряды огромных самострелов. Согласитесь, это о многом говорит. Так вот, эти-то защитники земли русской и их дети и оказались на долгие годы во Владимирской тюрьме. А клеветавший братьев Глеб получил покровительство Всеволода Большое Гнездо и долгожданный Рязанский стол. Летописи называют его Рязанским. Впрочем, ряд историков ставит это под сомнение. Старших князей выпустили из тюрьмы лишь спустя пять лет. И теперь Глебу надо было как-то решать эту проблему. Вместе с братом Константином и проклятыми думцами-боярами он разработал коварный план, чтобы заманить князей в ловушку и собрать в одном месте. Беспощадный князь пригласил их на пир в свою резиденцию в Исадах, неподалеку от Рязани. Он обещал братьям-князьям заключить мирный договор, определить порядок наследования и закрепить неприкосновенность у делов. Те с радостью прибыли в Исады, то есть высады, пристань. Там под тремя вязами были поставлены большие шатры для гостей. Жители Исад память об этом событии сохранили до 21 века. Вот так это место выглядит сегодня. Князья-братья, среди которых были и те самые героические шереширы, ничего не подозревали о коварном плане и пировали вместе со своими убийцами в шатре хозяина. Между тем в соседнем постельном шатре уже ждали половцы, нанятые для расправы. В разгар веселья, когда гости уже захмелели, как пишет летописец, Глеб же проклятый, с братом своим повелеша прийти убийцам тем. Не дожидаясь, окаянный князь и сам выхватил меч и начал убивать неповинных гостей, среди которых был его младший, родной брат. Как говорит летописец, вместе с князьями были убиты и все их дружинники и бояре. Впрочем, судьба посмеялась над убийцей. Один из его двоюродных братьев, Ингварь Игоревич, на кровавый пир опоздал. Именно он и стал рязанским князем. Конец братоубийц Глеба и Константина был страшный. Сначала они убежали в степь и несколько раз возвращались на Рязань с ордами половцев, пытаясь вернуть себе власть. После того, как их окончательно разбил Ингварь Игоревич и его брат Юрий, Глеб сошел с ума и пропал без вести в Половецкой степи. Ингварь умер спустя три года после Иссадской резни, а его младший брат Юрий погиб и броня Рязань от монгола-татар Батыя в 1237. Самый известный бастард отечественной истории, конечно же, князь Владимир. Он был сыном Святослава и рабыни-ключницы Малуши. Но мы хотели бы рассказать о другом бастарде, история которого крайне драматична. Галицкий князь Ярослав Владимирович, который в слове о полку Игореве зовется осмомыслом, при живой жене завел роман с Анастасией, представительницей тюркского рода Чагр. Бояре силой заставили князя вернуться к жене, а любовницу сожгли живьем. Их сын бастард Олег не имел права носить отчество, он был по матери Настасьич. Но именно ему, а незаконному наследнику, отец завещал престол. Закончилась эта история трагически. Бояре, не хотевшие князя бастарда, отравили его. А вот на Дейенерис тянет только княгиня Ольга, ставшая первой женщиной, правившей одним из самых больших государств того времени. Как и Дейенерис, она смогла изменить ход истории, изменив само государство, которым правило. Провела налогово-административную реформу, изменила государственную религию и стала первой русской святой. После нее княжон, участвовавших в Игре престолов, на Руси не было. Не положено было княжеским дочкам сидеть на престоле, воевать, да и драконов под рукой не оказалось. Где находится Черная Русь? Нет, не в Африке, а Красная. Есть идеи? Таинственная Красная, Белая и Черная Русь появляются на средневековых европейских картах, и до сих пор с ними связано множество загадок. Правда ли, что Белая Русь – это вовсе не Белоруссия? Является ли Красная Русь самой красивой? Местонахождение какой из них больше всего волновало умы? Какая Русь считалась великой и древней? И какой цвет считался самым престижным? Ну а в самом конце сюжета мы расскажем вам, где все-таки находится Черная Русь и почему она черная. Одна из самых загадочных цветных территорий – Червонная, то есть Красная Русь. По аналогии с Красной площадью на ум приходит вариант «красная» значит «красивая». И действительно, такой вариант рассматривался. Якобы красивая она своими городами и жителями, но на самом деле ее название с красотой никак не связано. Червонная Русь на самом деле червенская. Так в древнерусских летописях называли территории вокруг города Червеня, на границе Волыни и Польши. Дело в том, что Красная или Червонная Русь – это та самая Галиция, территорий Западной Украины и Юго-Восточной Польши. И лишь спустя какое-то время западные географы перевели это название как «Красная Русь» и прочно связали ее с Галицией и Западной Украиной в целом. Казалось бы, с Белой Русью как раз все понятно, но на самом деле именно эта Русь самая загадочная и с современной Белоруссией изначально не связана. Где находилась Белая Русь? Сильнее всего волновало исследователей. Николай Михайлович Карамзин считал, что Белая Русь значит «великая» или «древняя». Выводили белый цвет этой Руси и от цвета волос ее жителей, и даже от цвета их одежды. Так где же она находилась? И здесь сплошь загадка. Где только ее не помещали средневековые картографы в разное время. Так известный польский ученый в трактате о двух сарматиях упоминает про Белую Русь, которая размещена, цитирую, где-то между Уралом и Азовским морем. Впервые Белая Русь упоминается в XIII веке в географическом трактате, созданном в Ирландии. Самое интересное, что изначально Белая Русь – это владение Великого Новгорода. По одной из легенд это название связано с древним городом Белоозера, в котором правил еще брат Рюрика Синеус. В разное время это название привязывается к разным территориям, включая Московское княжество. На европейской карте указано «Россия белая» или «Московия». Если верить истории российской Татищева, князем Белой Руси с 1157 года назывался уже великий князь Ростово-Суздальской земли Андрей Боголюбский. За современной Белоруссией, как считают исследователи, название «Белая Русь» окончательно закрепилось лишь к XVIII веку. Итак, где же находится Черная Русь? И почему же она черная? Конечно же, к цвету кожи жителей Черная Русь никакого отношения не имеет. А вот почему она черная – версий много. Когда-то высказывали гипотезу, что черная – значит языческая, в противовес белой, христианской. Зато ее местоположение вполне конкретное. Черной Русью называли русские земли, принадлежащие Великому княжеству литовскому. Черная Русь, принадлежащая ВКЛ, противопоставлялась белой, входившей в Великое княжество Московское. Есть версия, что черными назывались земли, облагаемые налогом, так же, как черные люди – податное сословие, в противовес белым. Черная и Белая Русь обозначали особый налоговый и правовой режимы, предоставленные различным древнерусским землям. На самом деле, эти цветные названия не встречаются в восточнославянских источниках, они употреблялись европейскими картографами. Именно оттуда и пошло деление Руси на красную, белую и черную. Помимо них была еще Серебряная Русь – это Сербия, Русь Угорская – Карпатская, Холмская – на берегу реки Бук, Пургасовая Русь – на территории современной Мордовии, и даже Поморская. Но особо на Руси ни одно не прижилось, и до сегодняшнего дня дошло только одно из них, ставшее названием Белоруссии, который, впрочем, сегодня относится к земле Руси черной. Вот такой исторический парадокс. Если вы тоже думаете, что история эта интересна, подписывайтесь, не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Я буду рада видеть вас в нашей группе ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok